Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Залунина и тема сегодняшней видеоконсультации «Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости». Согласно федеральному закону о государственном кадастре недвижимости, объекты недвижимости подлежат учету в государственном кадастре недвижимости. Далее я буду называть его ГКН. Сведения, внесенные в ГКН, подтверждают существование недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить это имущество в качестве индивидуально определенной вещи. Поэтому при выявлении несоответствия указанных в ГКН характеристик объекта недвижимости реальному положению дел, важно оперативно устранить ошибку и привести все в соответствие. Закон ОГКН определяет ошибки двух видов. Первое. Техническая ошибка. Согласно статье 28 закона ОГКН, техническая ошибка – это ошибка, допущенная органом кадастрового учета при введении государственного кадастре недвижимости и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. Причины происхождения технической ошибки понятны и просты. Это может быть описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, либо иная подобная ошибка, которую допустил специалист органа кадастрового учета при внесении сведений об объекте недвижимости в учетную систему ГКН. Процедура устранения технической ошибки также достаточно проста. Чтобы ее устранить, необходимо обратиться в территориальную кадастровую палату либо в территориальный многофункциональный центр и оформить заявление об устранении технической ошибки с приложением документов, подтверждающих несоответствие. Орган кадастрового учета обязан в течение пяти рабочих дней рассмотреть заявление, проверить указанные в заявлении сведения и в случае подтверждения факта наличия технической ошибки внести в ГКН соответствующее исправление. В случае отказа в устранении технической ошибки орган кадастрового учета выносит решение об отклонении заявления с обязательным указанием причины отказа. Следующая ошибка – это кадастровая ошибка. Согласно статье 28 закона о ГКН, кадастровой ошибкой является воспроизведенная в ГКН ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в ГКН. Иначе говоря, кадастровая ошибка возникает в том случае, когда документы на объект недвижимости, на основании которых объект недвижимости был поставлен на учет в ГКН, не соответствует фактическому положению дел. Например, такая ситуация. Допустим, земельный участок был сформирован 15 лет назад. При проведении кадастровым инженером была допущена ошибка при измерении площади земельного участка, либо при определении его конфигурации. Причины различные, почему это могло произойти. Это может быть банальная халатность, либо это может быть недостаточная точность или некорректная работа специализированного измерительного оборудования и прочее. В связи с чем в межевой план земельного участка были занесены характеристики, не соответствующие реальной ситуации, не соответствующие фактическому пользованию земельного участка. И при постановке на кадастровый учет в ГКН были внесены сведения о земельном участке в таком виде, как они были отражены в межевом плане. И в результате образовалась кадастровая ошибка. Факт наличия кадастровой ошибки с необходимой степенью определенности может быть выявлен только при помощи специализированного оборудования и специально обученными людьми, которые называются кадастровые инженеры. При этом физическое лицо может осуществлять деятельность кадастрового инженера только при наличии у него действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера. Поэтому, если вам необходимо провести кадастровые работы, рекомендую до заключения с кадастровым инженером договора удостовериться в легитимности его аттестата. Делается это просто. Каждый кадастровый инженер подлежит регистрации в Государственном реестре кадастровых инженеров. И доступ к информации, указанной в этом реестре, свободный. Вы заходите на официальный сайт Росреестра, www.rosreestr.ru, находите сервис, который называется «Реестр кадастровых инженеров», и в режиме онлайн проверяете статус лица, называющего себя кадастровым инженером. Итак, кадастровый инженер проводит кадастровые работы и составляет межевой план. Согласно статье 39 закона АГКН, если в результате проведения кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка либо смежных земельных участков, необходимо согласовать границы земельного участка со смежными землепользователями. И по результатам согласования составляется соответствующий акт, который в данном случае будет являться частью межевого плана. Межевой план на электронном носителе прилагается к заявлению об устранении кадастровой ошибки, которая подается в территориальную кадастровую палату по месту нахождения земельного участка либо в территориальный многофункциональный центр. Уполномоченный орган рассматривает заявление и решает удовлетворить его или отказать. В случае отказа орган кадастрового учета выносит решение об отклонении заявления с указанием причины отказа. Данное решение, так же как и решение об отказе от устранения технической ошибки, может быть обжаловано в судебном порядке. И если вам необходима помощь в решении этих вопросов, вы можете обратиться в нашу компанию. Субтитры создавал DimaTorzok